Всем привет, новое видео на канале, и сегодня я вам расскажу, как кидают на авито. В нашем случае обманули меня. Давайте начинать, поехали. Итак, история банально проста. Искал я на авитушке какой-нибудь айфончик под ремонт, может под замену АКБ, замену дисплея. Нашел экземплярчика, ссылка будет в описании, чтобы вы ему накидали очень хороших, лестных в кавычках слов. Потому что человек оказался как минимум обманщиком, как максимум мошенником. Он, значит, продавал айфон XR со словами, просто выключился, есть фотки до этого, что он как бы просто в один момент не стал включаться, не заряжался. Также было указано, что телефончик не вскрывался, но, как мы видим, и в дальнейшем вам расскажу, очень даже сильно вскрывался. Ну, не суть, я с ним списался, попросил его о торге, потому что у него была цена достаточно высокая для тех неисправностей. То есть здесь разбитый дисплейный модуль. Вот здесь вот у нас есть трещины. Соответственно, телефончик уже поживший, но он сделал скидку, очень долго отправлял, вместо одного дня отправлял в течение нескольких дней, 3 или 4 дня. В итоге отправился, это приехало, я пришел на почту. Внимание, есть отдельное видео, как получать товары наложенным платежом, точнее не наложенным, а товары с авито доставкой. Ну, естественно, я в этот момент мог отказаться. На почте разбирать телефон нельзя, если бы это было можно, можно было бы посмотреть и, естественно, отказаться. Я посмотрел, визуально признаков вскрытия я не обнаружил, хотя, в принципе, на этом глаз, скажем так, наметан. То есть никаких по корпусу, по рамке корпуса, сколов, краски и так далее не было. Единственный нюансик, который меня очень сильно парил, это вот такие вот у нас винты. На них надо было, кстати, сделать особое. Ну, я сделал, но до конца верил в честность и справедливость того человека, который оказался обманщиком. Я верил, что телефон не вскрывался, до такой степени я верю людям. После того, как я принес его на работу, попросил наших мастеров открыть, как я на Егора попросил. Соответственно, он открыли мы и ужаснулись. Увидели следующее, аккумуляторная батарея, не оригинал с перепаянным шлейфом. После этого я написал продавцу и сказал, ребята, давайте как-то решать вопрос, на что я был послан погулять, я нагрел веселые буквы. И мы дальше стали разбираться. Но этот телефон, естественно, вскрывался. Здесь есть следы пайки, причем жесткого нагрева материнской платы. Ну, точнее, что-то пытался человек сделать. Но самое интересное, на таком вот, что-то материнская плата iPhone XR, здесь отсутствует один из, сейчас я приближение сделаю. Здесь отсутствует один из вот этих вот микросферм, видите, да, прямо под чипом. Это микросферма контроллера USB, да, контроллера USB. Здесь попросту отсутствует. В итоге телефон не включается, не знаю, сейчас попробуем как бы это все дело как-то что-то отремонтировать. Нет, соответственно, будем подавать в таком состоянии, но уже указывать все честно. Про что видео? А видео про то, что я как наивный дурачок, я вот таком себя не считаю, но до сих пор у меня есть толика надежды о том, что люди у нас в интернете не совсем конченые. Оказывается, совсем конченые, конкретно этот экземпляр. Поэтому, пожалуйста, если вы не уверены, не допускайте таких ошибок, как я. Ну, с другой стороны, я был морально к этому готов, но до конца верил, что человек меня не обманывает. Поэтому, если вы что-либо приобретаете, обязательно убедитесь в этом, что вы понимаете, осознаете свои риски. Ну, а у вас, дорогие мои зрители, подписчики или кто посмотрит это видео, будет ссылочка на продавца. Напишите ему, что он не прав и действительно не прав. Прямо можно просто наставлять ему хороших отзывов в комментариях, точнее в профиле на Авито, что в дальнейшем эта падла, больше его никак нельзя цензурным словом назвать, не смогла обмануть кого-либо, потому что, ну, это на самом деле он даже удалил товар, то есть, как бы, знаете, в проданных обычно, а человек, которому скрывать нечего, он не удаляет. А он удалит в продавных, я даже не могу вставить склиншот его описания, что у него было написано. То есть, как бы он даже с проданных удалил товар, как будто бы он ничего никому не продавал. Ну, в принципе, вот такая вот история. Спасибо за просмотр. Пишет Дональд Дак, если не смотрел до этого момента. Вот такой вот телефончик. По большому счету, я думаю, что все можно сделать. Вопрос времени и усилий. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok